Привет, друзья! Пока еще не забыл, мы сняли как-то часть нашего путешествия этим летом. Май-июнь 2021 года. У нас давно была идея доехать до Красной Поляны, Роза Хутор, поскольку мы уже несколько лет ездим зимой по патрицеловоджерам и хотели посмотреть на картинку, как оно это выглядит летом. Ну, собственно, мы и решились. Поехали на один день по трассе А-147 из Анапы до Сочи, дальше до Роза Хутор. Ехали ночью, как мы ехали по трассе Штока-Трасса А-147, можно посмотреть по ссылке в конце видео. Размещались мы в Роза Виллидж, выбирали специальное бюджетное место, потому что хотели недорого, хотели с балкончиком. Четвертый час утра. В принципе, все устроило красивенько, аккуратненько, немного отличается от того размещения, которое мы выбираем зимой для патрицеловоджерам. Но там другая тема, другая история. Всем доброе утро. А у нас вот такое утро в горах. Роза Виллидж – это коттеджный поселок, отдельные коттеджи. Стоимость на человека порядка 1600 рублей за ночь. Сам поселок осложен на высоте 1100 метров. Ссылки и на Роза Виллидж внизу. Заходите, смотрите, картинки, цены, размещение, описание. Все там есть. Поднимаемся на горы. На подъемниках Роза Хутор поднялись на самый верх. Две 300. Сравнение приложил наши картинки, снятые в зимний период, с тем, что сейчас там. Народу так же полно, народу много. Едут, смотрят. Поехали, облака садят. Съездили с нашими хорошими друзьями. Общее было решение. Давно хотели. Вот раз в 6 лет, вернее, в 6 лет, первый раз мы его реализовали. На машинах добрались. Была такая возможность. Решили не откладывать. Абсолютно нежалеемо. Учитывая то, что сейчас какая-то фигня. Начало стандартно тая в связи с этой пандемией, вакцинацией и прочим. То есть мы успели, мы успели захватить, посмотреть, насладиться. А было время, когда ты тут на лыжах спускался? У нас ноубордер. Куда падает? Снемерно, это контроль. Смех. Давай. Мы вышли на горы. Подснежники, говоришь? Сколько их? Да. Миллион. Дальше по канатке спустились на высоту 1400 по южному склону, чтобы попасть к водопаду. Возвращаться никто не хочет. Но там едут. Ну а теперь вот я снимаю видео, вы можете каждый выразить свои эмоции. Мне прекрасно, давайте. Танечка, как тебе? Не страшно? Танечка, ты тут малых ездил. Нет, там все сухенько, подожди. Димит, помаши ручкой. Не надо его трогать. Он не пристегнут. А едем мы вот по такой красоте, вон в ту... Страшно. Вань, ну не нервируйте меня, все у меня плохо. Очки держи. Вань, ну не нервируйте меня. Ну реальное впечатление, просто не говорите. Шаг, шикарно. Вообще офигенно, особенно когда останавливались. Идем, тебе понравилось? Не страшно. Идем, тебе понравилось? Да. Пойдемте, мы западаем. Антоха, самый выдержанный парень. Меня заболбили. Спустились, пошли по среднему маршруту. Видео снял на ускоренной, с музыкой, чтобы посмотреть то, что можно за эти полтора часа посмотреть, как написано по схеме движения. Очень много материалов в интернете, даже на сайте. Внизу ссылочка, сходите, посмотрите, описание есть. Познакомьтесь. А так, наше общее впечатление будет. В принципе, стоит один раз съездить, посмотреть. Летняя природа, это, конечно, не зимняя природа. Огромные деревья, шум водопада. Интересно, но не более чем на один раз. А вот зубы мамонта, видите? Вот зубы мамонта. Из зубов мамонта плохо чистил. Видишь, растут деревья. Видите? Смотри, если не будешь чистить зубы, у тебя будут растить. Деревья могут вырасти такие, да. Ну вот, видишь? Видишь, будут зубы. Видишь, чистить зубы. А может быть, не готовы? Да, по-другому. Да, да. Да. Конечно, с ним. Ну как вам, легко ли вам, девицы, вниз? Конечно, камера всего этого не передаст, но красота неописуяемая. Фиолетовый цветок. Угу. А вот, ну, я с пиками наоборот. И он маленький человечек. Ну как тебе, Дем? Только не ныряй в воду. Вон, иди с Антошкой воду потрогай. Антош, Дем, Демид. Наши дети конфеты. И водопад туда. Есть оптимизм перед тем, как ползти туда? Вот здесь, по вертикальной лестнице. Ну что, теперь вверх. Так, рассказывайте. Вверх не так страшно. Не так страшно. Едем туда. Тудема. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотри, какие он поля. Да, да, да. А почему он желтый? А мне кажется, что он отцветает уже. И, конечно, традиционное видео с центральной площади Роза-Хутор. Красивое. сняли сфотографировались на пьедестале друзья все ссылки на размещение на канатную дорогу на парк водопадов внизу под видео ссылки на официальные сайты с хорошими картинками с хорошим описанием можно перейти посмотреть и сложить собственное впечатление перед тем кто ехать или нет в общем съездили не зря посмотрели цель достигнута всем привет следите будет продолжение пока пока пока